Как будто мы даем в что-то жесткое Потому что сильно согнуть ее тяжело Это достаточно жесткая макевара Почему я ее жестко сделал, вот эту конструкцию Чтобы она была и для новичков, и для продвинутых в том числе Для новичков-то была она помягче Дело в том, что очень желательно, чтобы ход был полноценный до конца Почему? Потому что тогда мы проходим в этом напряжении всю фазу приема От начала до конца И мышцы, медленно работая, они запоминают, где надо напрячься Ведь нам что надо научиться делать? Не делать как бы киме при касании Бам, и здесь вот киме, чтобы было А наоборот, когда пошло напряжение, сопротивление Усилить его еще дальше Почему не пробивают живот-то? Потому что вся концентрация, она там, где касание Мы как привыкли, ну так абсолютно все почти делают Как только дотронулся в точке касания Бам, концентрация, и она вся на поверхности осталась Она надо коснуться и в этот момент не закрепоститься А начать закрепощаться, продавливая дальше И только в самом конце идет киме Ну, понятная идея И вот, когда макивара проходит до конца при нажатии Мы учимся, как со спина, как мышцы последовательно друг за дружкой будут подключаться Чтобы пробить до конца И когда мы медленно делаем это Оно и запоминает, и закачивается Потом мы скорость увеличиваем Увеличиваем, оно координируется уже на больше высоких темпах И в итоге мы начинаем бить уже быстро И мышцы уже работают скоординированно На самом деле, в координации мышц Обкроется самая большая сила У любого самого дрящего человека Самого, у которого прям мышцы вообще нет Если у него мышцы скоординированно Сработают в каком-то действии Не просто мышцы между собой А внутри мышечной координации Волокна все сократятся вдруг одномоментно Сила его будет просто феноменально немыслимая вообще Потому что если, скажем так, отрезать бицепс, условно говоря И просто привязать крюк И дать импульс К токам И подвесить вес То бицепс вытянет такой вес Который реально человек не поднимет никогда Даже не в силу того, что рычаг Какой-то неправильный на руке Потому что бицепс крепится вот здесь А рычаг вот какой То есть реально мышца сильнее Она может поднимать в несколько раз больше Но даже если просто мышца сокращалась бы Вот как человек заставляет ее Это одно Потому что он ее не может одновременно заставить все пучки сократиться Есть медленные волокна Есть быстрые Он просто не может Но если научиться их заставлять синхронно работать Для достижения какой-то конкретной цели В 2-3 раза повышается сила За счет чего спортсмены, профессионалы вытягивают больше Можно часто видеть, что выходит пауэрлифтер И он не качок, не культурист Он такой, как бы нормальный Но он такие веса вытягивает За счет того, что техника А что такое техника? Это внутримышечная и межмышечная координация Вот мы этим и тренируем Внутримышечную координацию И закрепление связок Где понятно, да?